Всем привет! В этом видео покажу, что делать, если капает по вот этому месту, по соединению подводящий шланг и муфта. Что можно сделать в этом случае, то есть без замены вот этой подводки, потому что замена подводки, то есть сама подводка вот 250 рублей стоит в зависимости от длины. Итак, я сейчас покажу быстренько, пока время есть, что нужно сделать. Как раз мне уже пора ее менять. Для начала перекрываем кран, чтобы еще не залило, и сливаем лишнюю воду. Откручиваем, и сливаем водичку. У него такой разводной ключ. Сейчас будет тут капать, надо будет всю водичку собрать. Все потекло. Аккуратненько сейчас. Все это дело сольем. Сейчас я покажу. Вот здесь внутри есть такое резиновое уплотнительное кольцо. Оно придавливается, изнашивается, стирается. Оно, конечно, не изнашивается, но теряет свои свойства, теряет эластичность. Это кольцо можно оттуда вынуть. Придется, конечно, постараться. Нужно его подколопнуть. И затем, сейчас я покажу. Вот так оно выглядит. Оно уже там прилипло у меня к самой железке. Настолько старое все. И почему капает? Я вам сейчас покажу капает, потому что теряет эластичность это колечко. Вот такое уже тоненькое оно стало. Его можно просто поменять. При этом сэкономим деньги на покупки новой подводки. Вот так выглядит новое колечко для сравнения. Можно вот тут увидеть, что внутренний диаметр у того кольца выше, больше, у этого меньше. И по толщине то кольцо потоньше, чем новое, то старое. Так что мы сделаем. Просто кольцо одеваем на нашу подводку и прикручиваем. Сейчас посмотрю, вот тут придется чуть-чуть почистить. Одеваем и закручиваем на место. После этой процедуры, после замены кольца капать не должна. Если, конечно, резинку вот эту, это кольцо вы не порвете, когда будете укладывать. Сразу оно не лезет, придется немножко постараться чем-нибудь таким. Подтыкать предметом, типа отверточки какой-нибудь. Только аккуратно, не порвав его. Аккуратненько туда его загнать. При этом стараясь не повредить само кольцо. То есть, если оно порвется, то будет по этому месту подтекать. Вот так я его туда подоткну. Аккуратненько. И теперь можно его прикручивать. То есть, не его, а ее подводку. После того, как кольцо вставите, гайка будет потуже крутиться. Потому что кольцо распирает и не дает ей свободно идти, как при старом колечке. Но ничего страшного. Аккуратненько. Гоневайте и закручивайте. Одновременно снимать и что-то делать, конечно, неудобно. И держать, и крутить. Ну, кому-то это может привидеться. Можно сэкономить денежку, чтобы не вызывать сантехников. Можно все сделать это самому. Ну, вот как-то так. Ладно, я сейчас уже тут закручу. Неудобно, наверное, будет камеру сейчас убрать, чтобы подлезть. Ну, как бы так. Идет гайка. Конечно, немного туговато с этим новым кольцом. С этой новой прокладкой пришлось немного, конечно, потрудиться, чтобы ее подтянуть. Ну, теперь самый ответственный момент. Открываем воду и посмотрим, будет ли у нас течь или нет. Сейчас я камеру сниму. Полотенечко вытрем. Как видите, ничего не течет, нигде не потекает. Это говорит о том, что мы затянули хорошо и говорит о том, что новая прокладка справляется со своей задачей. Кстати, по цене она, сразу скажу, стоит недорого. Стоит она рублей 5-6. И замена этой прокладки решает все мокрые проблемы, связанные с водой. То есть, больше течь уже ничего не будет. На этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok